7 20 я пью кофе первая чашка кофе и хочу вам показать чашку напомнить я покупал эту чашку в этом красивом магазинчике который я вчера вам показывала с роскошной посудой вот чашка очень невесомая очень удобная и очень очень красивая чашка продается без блюдца но я подобрала вот пожалуйста блюдечко дома по цвету очень подходит правда вот цветочки розочки один к одному и получилась кофейная пара такая красивая чего чего этого мне хватает вот пожалуйста вот чашечки меня вот производитель гдр ну наверно этим чашкам людечко с блюдечками но приблизительно 40 лет точно покупала разнобой вот кофейной пары такие брала тарелочки брала сахарница у меня есть гдр рисунок даже очень похож красивая чашка приятно пить кофе чай кофе приятно вчера в этом красивом магазинчике я увидела чашку не маленькую чашку думаю хорошая чашка для чая прекрасно ой какая легкая сразу поднимаю чашку сразу поднимаю что я делаю невесомая чашка думаю так я наверно себе возьму смотрю объем чашки пол литра думаю ой нет пол литра не буду брать однозначно у меня дома есть барановский фарфор пожалуйста я покупала вот на блошином рынке вот такая роскошная чашка роскошная цвет яркий красивый может камера так не передает сейчас но она очень яркая красивая но я ее не пользуюсь я купила но вообще мне ближе ближе мне не очень большие чайные чашки я выпью две чашки чая но большая чашка мне не очень близко но купила очи завыдющие я на своем рабочем месте у мартена чем буду заниматься но сейчас придумала буду делать сейчас кексики кексики у нас сейчас горят маффины маффины да у меня кексики я могу пошутить и так сказать вот я готовила маффины у нас была в украине такая передача все будет доброе все будет хорошо я обожала эту передачу она действительно такая добрая такая милая вот так расслаблялась а я когда смотрела эту передачу да и там были в кавычках повара кулинары да которые готовили вот кофе готовят какой-то десерт какое-то блюдо допустим вообще готовится да и вот очень часто вот эти поварики говорили сейчас будем готовить маффины это десерт моей бабушки я всегда умилялась и я хохотала яка бабушка твоя бабушка рогачем из печи доставала баняки эти маффины вы на тебе готовыла ну хохотала ну меня-то умиляла умиляла и массово все говорили рецепт моей бабушки обалдеть просто конечно так чему я веду у меня не маффины нет у меня по жизни кексики у меня не фрэш у меня сок у меня не слайсы у меня маленькие тоненькие кусочки то есть вообще если употребляю слова иностранного происхождения и намного походжения то это так с юмором только только с юмором сейчас порежем слайсами для хохмы но решила приготовить кексики можно сделать в цельной форме до большой думает они по выделываю сейчас сейчас по выделываю стану на нашу формочки поработали твои истории тоже стоят эти формочки решила сделать из творога вот я конкретно твороге хочу сказать вот купила творог да на второй день на третий день допустим я открываю холодильник и так каждый вот обратите на это внимание открываете холодильничек нужно что-то взять там два яйца там или капусточку или что-то еще о открыли дверь 3 судочка стоит что-то в этих судочках я уже забыла да открываю день а фашмак ладно проехали фашмак открывай второй ой капуста а да я штушила капуста . ой у меня еда есть капуста есть а шутом не в третьем открываю о так это же творог точно нужно что-то сделать закрыла все судочки рукой никуда не лезла вот я конкретно по себе если бы у меня в судочке были сырники или запеканочка да я бы обязательно открыла судок одну рукой одной залезла бы рукой под крышку и достала бы сырник а потом второй творог я не отрезала кусок себе нет нет цельный творог нет не тянет не сладкий сырник мы чем-то украсим запеканочку мы чем-то украсим вот скажите я права или нет сыночка умирает быстро уходят до запеканочка там сука фрукты какие-то изюмчик кто-то положит там курага у меня еще вишня вяленая то есть кокосовая стружка дает сладость ну правда а вот творог цельный нет не хочу хочу сладенького поэтому мой совет кто только начинает худеть и нужно сбросить вес вы не готовьте для себя сырнички запеканочку не готовьте не готовьте если творог купили хороший пусть он у вас будет цельный без ничего без добавок йогурт да сметанка да ряженка кефир кисломолочные продукты без ничего пробуйте вот так давно ягода допустим из морозилки там киви да это да я говорю о другом о другом услышите меня правильно вот сырнички конкретно запеканка запеченная до духовочки уходит быстро творог нет решила приготовить сейчас кексики да я сейчас разверну камеру и покажу как я буду готовить эти кексики из чего ну с творога понятное дело начинаешь формочек вот приготовила формочки вот этой металлической наверно 20 лет точно нужно использовать она соскучилась за мной положила силиконовой формочки так достаточно можно смазать немножко маслом сливочным я так и сделаю скорее я смазываю силиконовой формы всегда так у меня два лица я должна сбить его вилочкой венчиком у меня манечка я должна миксером вот все у меня миссии вот яйца я взбиваю я не соединяю все вместе никогда тесто творог нет я не люблю когда тянется белок нет миксером взбиваю все а потом соединяю с творогом творог можно пройти с вилочкой или блендером погруженные ноты я посмотрю по ходу что еще буду использовать еще использую как альтернативу муки это кокосовая стружка это пакет у меня пакет 40 грамм приблизительно 2 столовые ложки я пропустила кокосовую стружечку на кофемолку не на блендер блендер не потянет ковш нет на кофемолку у меня получилась а просто мука кокосовая 40 грамм и 1 столовая ложка отруби нордик они разойдутся ой они такие классные все-таки с нашими не сравнить они очень нежные хоть ребенка кроме грудного я еще буду использовать ваниль или ванильный сахар я посмотрю даже если сахар то это капля в море люди 10 грамм углевода здесь 10 грамм дневная норма человека вообще любого 50 грамм углевода поэтому или ванильный сахар или ваниль посмотрю я с ванилью не дружу могу переборщить у меня щедрая душа так ну разрыхлитель возьму еще немножко ли соды можно добавить я в конце еще буду использовать вишенку потом вам покажу сейчас я взбиваю яйца соединяю с творогом соединила яйца с творогом вилкой соединяла сейчас я сюда должна положить вот мисочки у меня кокосовая стружка кокосовая мука будем говорить 1 столовая ложка отрубей и разрыхлитель у меня бац сюда не хочу больше класть отрубей вот хочу чтобы было все-таки творожное тесто не забивать тесто знаете когда забьешь тесто неважно мука у тебя отруби вот мне достаточно одной ложки будет хочу более творожные кексики если вот эта смесь будет густоватая я добавлю немножко йогурта туда ряженки кто-то кефира ну то есть кисломолочный продукт по ходу смотрим отруби будут расходиться минут пять достаточно и они очень нежные формочки смазала сливочным маслом духовочка у меня включена вот в смеси добавила все-таки йогурт две-три столовые ложки можно добавить смотрите по количеству отрубей формочки заполнила у меня получилось 8 формочек я еще положу каждую формочку по ягодке по две вот пожалуйста ну побалуемся немножко в каждую формочку я положила по две вишни вишня довольно крупная я помню давным-давно готовила масляный бисквит я достала вишню заморозки и утопила вишню целым слоем ухты было очень вкусно поэтому вот такой кекс можно готовить большой не кексики а в большой форме и побольше ягод смородина вишня утопить ягодку будет здорово люди достала кексики приблизительно 20-25 минут были в духовочке подрумянились немножко даже теперь на досточку положила и на балкончик пусть быстрее остывают нужно же пробу снимать у меня скорее получились творожники потому что трубе очень мало одна столовая ложка это ничего да вот у меня приблизительно структура творога вот я вам покажу да у меня как сырнички получились запеченные сырнички даже ближе вот так кокосовая стружка и ложка отрубей меня вот я в разрезе сделал один один творожничек да красота вишенки две вишенки вкуснотища люди никакого сахара не добавлять кто добавляет кокосовую стружку если положите больше отрубей допустим не одну ложку 4 5 кто-то добавит еще кисломолочного продукта отруби хорошо разойдутся у вас получатся настоящие высокие кексики я тоже на днях сделаю у меня творог еще есть значит так это хорошее насыщение вот эта еда конкретно это молочный белок это творог жирный 18 процентов а это насыщает аминокислоты из молочного белка медленно поступает кровь и за счет этого идет такое длительное насыщение мы не хотим долго есть что здесь еще отруби отруби это целлюлоза нерастворимая клетчатка значит что желудочек наш полненький создается впечатление сытости надолго что нами нужно здесь у меня кокосовая стружка вспоминайте за что отвечает кокосовая стружка что там находится а в кокосовой стружечке находится копиловая кислота которая отвечает она сдерживает вернее рост плохих микробов которые отвечают за тягу к сладкому часто вечером кому-то хочется очень сладенького правда поэтому используйте кокосовую стружку люди с творогом сырники запеканочки кексики конкретно кокосовая стружка советую ну что еще у меня конечно молочные продукты вы посмотрите какое чудо у меня йогурт домашний ряженка магазины йогурт но я молочная мне классно вот 4 таких у меня допустим творожничка и чашка ряженки или йогурт у меня только не 50 грамм йогурта нет больше конечно я должна насытиться и забыть о еде до завтрашнего дня ну вот вы посмотрите какая еда вот на такой еде странеют на такой еде я держу вес мои хорошие ну что рассказала показала теперь буду есть ходим вкусно и пусть нам не верят всем приятного аппетита кто со мной всем доброго дня всем доброго времени суток самому самому шикарному самому уважаемому сообществу физкульт привет мои хорошие будем с вами общаться я приветствую всех вас на своем youtube канале добро пожаловать я приветствую всех вас в своей приемной в своем рабочем кабинете в своей кухоньке вкусно пахнет я выпекала почти кексики творожнички даже скорее потому что мало было трубей я вам показал кстати да на кухне очень уютно мы обязательно обязательно без фанатизма должны худеть у нас обязательно должно пахнуть на кухне уютно мы найдем себе вкусную еду для себя она нас будет радовать она нас будет развивать мы не будем на этой еде толстеть вот я стараюсь показывать такие тарелочки да мы хорошие у нас замечательные комментарии комментарии нас развивают тоже люди пишут о себе люди задают вопросы вот мы стараемся отвечать все вместе на вопросы я отвечаю вы в комментариях человеку помогаете наталкиваете человек это же как классно правда мы с вами все стране мы держим вес да это такое понятие растяжимой для меня стране да для меня самое главное сейчас держать вес не набирать вес в принципе метод очень очень легко дается очень легко я не бываю голодной никогда никогда вот принципе у меня нету голода у нас сейчас ни у кого нету голода аппетит такой иногда иногда у нас только перед носом всего не одно так второе чек съедает да у нас даже голодные люди сейчас не бывают тут раньше был какой-то конкретно голода аппетит вернее возможно даже датчик ой я так хочу кушать с таким удовольствием села борщ с таким удовольствием я сейчас такого не наблюдаю за собой честно говорю вот ем так знаете ну вкусно да а уже та же к еде у меня совершенно нету меня моя пища настолько насыщает я себе придумываю я не ленюсь а я показываю конкретно свои тарелочки вам получаю комментарии вот сегодня хочу прочитать комментарии у есть классные комментарии такие интересные смешные даже я почитаю постараюсь почитать и сегодня есть комментарии по теме конкретно тема похудения вот написала я скажу кто написал написала людмила галец галыч галец три месяца вес ни туда ни сюда практически углеводы не употребляю что это не посоветуете что это практически углеводы не под не употребляю людочка моя хорошая вы не скажите почему вы не употребляете углеводы кто вас напугал углеводами что это очень вредно углеводы мы с вами обязательно должны употреблять у нас должна быть диетологическая триада ну сядьте на табуретку с двумя ножками выглепните сразу и ударитесь больно головкой нельзя убирать углеводы они должны быть обязательно но в минимальном количестве возможно не часто и смотря какие углеводы еще есть правильные углеводы да я не о медленных кашах нет нет я не о медленных кашах есть углеводы нормальные да мы можем позволить себе небольшое количество глюкозы глюкозы когда вы съедаете много углевода да выделяется много инсулина а если у вас небольшое количество глюкозы да вы употребляете выделяется минимум инсулина есть разница поэтому углеводы обязательно нужно употреблять не придумывайте не занимайтесь вот пищевыми узурпациями вы слушаете вот этих кумиров кето питания наверное да кумиров кето питания это ж вредная какая диета ну посмотрите на этих кумиров как они внешне выглядят мне не нравится это я не о всех говорю но есть такие пофамильно имя не называют допустим да не нужно не нужно этим заниматься вы должны оздоравливаться стране и все делать под себя как конкретно вам это подходит убирать углеводы это очень рискованно это очень рискованно ну как жить без углевода сегодня ну как ну что вы такое придумываете youtube это самодеятельно сегодня нельзя это делать мы должны с вами все знать что практически все наши клеточки людочка слушать это конкретно и вам рассказывать все наши клетки потребляют глюкозу все наши клетки и всегда нужно помнить что наш мозг и эритроциты крови клеточки крови исключительно питаются то есть потребляют только глюкозу не нужно слушать кумиров когда падает глюкоза в крови идет выброс такого гормона как глюкогон есть не только инсулин гормон аппетита не только кортизол еще есть гормон аппетита глюкогон упала глюкозка в крови все побежали к холодильнику неважно какое время это может быть два часа ночи вас понесет к холодильнику нами руководят не калории не числа а нами руководят гормоны и вы ничего не сделаете если повышен гормон ттг вы не похудеете как бы вы не считали как бы вы не стремились оположить весы поставить на стол взвешивать будете убирать калории понижать калорийность если нарушен гормональный фон вы не похудеете то есть нами руководят гормоны выделяется гормон глюкогон все вам обязательно нужно заморить червячка вы себя не сдержите никогда никогда если вот допустим человек говорит все у меня детокс разгрузка и вообще ничего не ем в этот день да такое тоже попадается и очень часто кстати человек не ест сегодня да вот устроил себе разгрузку кто-то скажет ты знаешь или завтра тоже так сделаю ничего не буду есть если вы один день не едите вот один день слушайте все да за сутки из печени уходит весь гликоген что такое гликоген это запасной сахар он находится в печени все гликоген ушел за сутки человек ничего не ел что появляется у нас в организме у нас в организме появляется большое содержание жирных кислот оказывается даже так только вы не поели гликоген ушел из печени появляется большое содержание жирных кислот на это нужно обращать внимание нужно обращать внимание кстати на как на жиры конкретно какие жиры у вас в рационе жир имеет двойное использование а именно энергетическое и пластическое пластическое заключается в том что жиры идут конкретно на синтез холестерина жир еще используется в виде топлива поэтому как только не хватает глюкозы или человек отказался от приема углеводов все будут проблемы со здоровьем выбивать ногу в три ноги нельзя табуреточка из трех ножек выбейте одну ножку упадете ударите сильно головкой пострадает головка поэтому если убираете глюкозу углеводы да будут проблемы со здоровьем б же у это основа нашего питания мы должны понимать что лишние углеводы они не могут переработаться нашей печенью в общее лишние углеводы печень не в состоянии переработать и вот эти углеводы идут на синтез жира а вот как раз жир синтезироваться в глюкозу аж никак не может мы должны все понимать что глюкоза безапелляционно нужна нашему мозгу безапелляционно вот допустим не хватает глюкозы человек питается жирами белками я хочу похудеть да вот модное кету питание да модное модное делаем акцент на модное не здоровое а модное не хватает глюкозы человек живет на белка жира да ну то есть есть только белки жиры начинает что начинают вырабатываться кетоновые тела кетоновые тела и вот кетоновые тела конкретно могут восполнить потребность нашего мозга на 50 процентов но кетоновые тела не могут восполнить потребность эритроцитов услышали но кетоновые тела не могут восполнить потребность эритроцитов а если эритроциты выходят из строя все наша кровь обесценена эритроцитам нужно только глюкоза кровь обесценена все доигрались мы с вами потребляем белки животного происхождения да и вот из аминокислот печень синтезирует глюкозу из аминокислот печень почки тоже есть такой процесс в организме такое сложное медицинское слово глюконеогенез глюконеогенез и вот многие блогеры рассказывают углеводы можете вообще не есть у нас в организме есть такой процесс как глюконеогенез печень вырабатывает и сахар и глюкозу ну то есть нам хватит углеводов у нас организм этим занимается можете не есть да и наталкивает людей не употреблять это мы зачастую выживаем благодаря этому процессу мозг не накапливает ресурсы глюкозы вот услышьте все мозг не накапливает ресурсы глюкозы нужен постоянный конверт глюкоза 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 мозг не накапливает ресурсы конверт вот положите на конверт не тот субстракт все будет крышка конверт то что мы в себя положим на конвере до лента идет не то находится на конвере или вообще не положили все развитие тела не будет мозгу не хватает чего кислорода глюкозы вот когда говорят жить без углеводов да вот я не употребляю три месяца углеводы написал да я практически живу без углеводов вот внимательно слушать это абсурд люди это абсурд процесс глюконеогенез советую да не переживайте есть такой процесс в организме глюконеогенез это вспомогательные механизмы это вспомогательные рассчитаны только конкретно на какую-то критическую ситуацию вы не поели сегодня да вы не поели завтра где-то человек задержался где-то два-три дня это критическая ситуация но нельзя жить организму на таком процессе как глюконеогенез в системе этого не должно быть если в дальнейшем вы не переходите на нормальное питание приходит куча куча болезней и очень страшных что для меня худеть с умом да вот многие говорят я худеть с умом я живу на вся на блинах я не ем углеводы для меня худеть с умом это значит фундамент знаний вот знаешь теоремку все задачку ты решишь легко задачка будет решаться легко если что-то знаешь это наполняет радостью бытия правильное похудение это только б ж у но у нужно минимизировать вот туда отправить за спину назад углеводы нужно минимизировать но исключать из своего рациона ни в коем случае нельзя мы даже знать какие углеводы мы с вами должны употреблять минимум углеводов что я и пропагандирую для похудения для удержания веса мои хорошие давайте рубрику наши комментарии перенесем на завтра вот софия строгое написала интересные комментарии о масле человек проводит эксперимент на себе сейчас срочно убирает масло потому что началась плата завтра прочитаю комментарии и кто не получил сердечко значит ваши комментарии хочу прочитать давайте завтра наша рубрика наши комментарии а сегодня с вами прощаюсь а мои хорошие так что с вами худим с умом только б ж у не ж б у или ж а там далеко где-то б без у так нельзя мы так с вами не странеем мы так с вами не договариваемся нет у нас только диетологическая триада б-ж и обязательно у но минимальном количестве сегодня с вами прощаюсь я хочу поблагодарить всех вас за просмотр моих видео я благодарна всем вам за общение обязательно пишите интересные комментарии пишите будем читать и развиваться вместе с вами я благодарна всем вам за лайки большое всем спасибо мои хорошие как всегда хочу пожелать всем самого главного это божьей помощи божьего чуда и каждому ангела хранителя всем до встречи дальше будет божьего чуда и